Добрый день, уважаемые подписчики, зрители. Сегодня я вам расскажу немного о том, как, заметил, строительство идет в пятизвездочных отелях. Сейчас нахожусь на отдыхе, к сожалению, не на очень длительном, но, тем не менее, все равно приятном. На самом деле, хотелось бы обратить внимание, как положена плитка. Как видите, мало того, что шов оставляет желать лучшего, то еще и толщина шва подобрана так, что плитка имеет такое текстурное строение, что кажется, что она вот здесь расходится и шов становится еще толще. Очень, на самом деле, некрасиво. Плитка сама по себе довольно красивая, и несмотря, что это турецких пять звезд, потому что, на самом деле, в Европе, в Турции, как вы знаете, пять звезд это совершенно разные вещи, но, тем не менее. Хотелось бы обратить еще внимание на потолок. Здесь используется обычный пенопластовый плинтус и довольно некачественно выполнено фугование этого всего. Ну, еще больше всего, что меня удивляет в отелях, это вот окно в ванной комнате. Как видите, это ванная комната и вот это окно, которое не открывается, не несет какую-то функцию в плане проветривания и еще что-то. Единственное, жалюзи можно открывать, чтобы посмотреть в комнату и закрыть, чтобы не смотреть в комнату. На самом деле, я не понимаю, для чего такие окна, но, скажу честно, так как бываю в разных странах, в частности, в Китае я видел такие же окна, но полностью во всю стену, которая примыкает к комнате. Она полностью стеклянная, иногда со шторками, иногда с жалюзием и иногда вообще ничем не закрывается. И странное, на самом деле, дизайнерское решение. Если у вас есть ответ, для чего это делается, скажите, потому что, честно, уже на протяжении многих лет я не понимаю данного дизайнерского решения и не понимаю, для чего это делается. Также хотелось бы, ну, немножко показать дальше, как ее сделаны полы. Вот здесь интересно, меня удивило, что плитка располагается елочкой. Ну, как бы, у себя в Беларуси это не встречал, чтобы именно так форму. У нас кладут, да, в шахматном порядке, там, чтобы ровно было, но вот здесь почему-то решили так. Ну, на самом деле, довольно симпатично смотрится, красиво. Ну, скажем, по потолкам здесь претензий нету, как бы, такие более-менее стандартные решения строительные представлены. Единственное, вот если тут видно в углу, они совершенно не заморачиваются на том, чтобы было ровно, чтобы не было каких-то оттенков, либо неровности при попадании света. Просто зашпаклевали, зачистили, покрасили. Если света неравномерно располагается, либо какие-то неровности, никто по этому поводу загоняться не будет. Ну, и немножко позитива. Вот, собственно, такая терраска. Вот море. Ну, как говорится, чтобы хорошо работать, нужно и хорошо отдыхать. Всем позитива, силы, энергии в строительстве, в ремонте. До новых встреч!